Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, после продолжительного наблюдения за собой я заметил следующую тенденцию. Вне зависимости от того, что вы заметили, нужно определить причину, по которой вы стали за собой наблюдать. То есть, если вы почувствовали, что вам необходимо наблюдение за собой, то, соответственно, почему вы не сделали это с помощью психолога. Как бы вы на себя не смотрели, как бы вы за собой не наблюдали, что бы вы не замечали, только человек со стороны, специалист, психолог, психотерапевт, может вам помочь увидеть то, что вы не увидите сами. У меня пропадает интерес к чему-либо после того, как я понимаю весь процесс. Да, да, действительно, это довольно частое явление. Человек начинает заниматься каким-либо делом не потому, что ему нравится это дело, не потому, что ему нравится процесс, а потому, что он хочет чего-то добиться. Он делает это ради результатов. Понимаете? Не ради самого процесса, а ради результатов. Человеку нужен результат, и именно для результата он начинает что-то делать. Какой результат человеку нужен, это уже вопрос такой, отдельный. Какой результат? Этот результат может быть самый разный. Например, значимость какая-то, например, признание может быть. Вот. И так далее. Понимаете? Определиться нужно именно с результатом. С чего вам нужно? С чего вы хотите? На что вы ориентированы? Да? Дальше. Вначале любое дело, которое заинтересовало, завлекает меня с головой. Это говорит о том, что вы увлекаетесь. Но увлечение здесь продиктовано чем? Увлечение здесь продиктовано идеей. Установкой. Например. Например, установкой «Я лучше всех хочу быть лучше всех» или установкой «Я хочу угодить другим». Понимаете? Но не удовольствием от процесса, непосредственного процесса. Я беру за него и даю столько времени, пока не набьюсь успеха. Вот именно. Вы хотите успеха добиться? А добиться успеха, чтобы что? Чтобы быть значимым. А значимым можно как быть только постоянно, постоянно продвигая к людям отношения такое, какое бы вы хотели иметь со стороны этих людей. Вот это значит, ни успех, ни результат этого вам не дадут. Однако не все так оптимистично, как можно это показаться. После некоторого времени до поры... До поры... Неизведанное мне дело становится разрачно понятным. Ну, правильно, вы его осваиваете. Все верно. Вместе с этим логичным озарением приходят и ярлыки и стереотипы. Какие? Ярлыки, какие и стереотипы, какие. В чем проявляются ярлыки и стереотипы? Непонятно. Переубедить себя в том, что на этот раз будет что-то новое, и я смогу вновь чему-то научиться, не выходит. А зачем? Зачем? Зачем чему-то учиться новому? Для чего? Почему не получать удовольствие от процесса? Какую цель вы преследуете, обучаясь новому? Или кто заставляет вас постоянно стремиться к обучению? Постигать новое? Получается, что выгоды из этого я не могу вынести, так как многие работы требуют от человека монотонности. А о какой выгоде идет речь? Из всего ли можно и нужно извлекать выгоду? То есть, в чем смысл того, что я обрек этот навык? Обрел, наверное. Обрел этот навык, если я не хочу его использовать впоследствии. Вот именно. Вот именно. Нужно обретать только те навыки, которые, как вы знаете, несут вам удовольствие. Которые, как вы знаете, облегчают и улучшают процесс, от которого вы получаете наслаждение. А не ради какой-то цели постоянной, не ради выгоды. Ни одна работа не принесет удовольствия, если сделать ее именно только ради выгоды. Понятно, что выгода нужна, но не только она должна быть. Конечно же, я могу себя силой заставить над этого падать эффективность. А для чего силой себя заставлять? Опять, для чего? Так как же смотреть на привычные вещи свежим взглядом? Свежим взглядом вместо чего? Вместо какого взгляда? Вам надо немножечко установки свои подкорректировать и не нужно ничего менять тогда. Я очень многими способами пытался обмануть свой мозг, придумая разные мотивационные элементы. Это какие? Какие способы и какие элементы? Но это никак не помогает ни на длительной дистанции. Ну, правильно, там это обман. Любой обман, он рано или поздно раскрывается. Еще раз, для чего вы все это делаете? Зачем вы все это делаете? С какой целью вы все это делаете? Вот. И как вы воспринимаете работу? Ну, объективно, что это такое? Что есть работа для вас? По факту. Потому что вы все делаете ради чего-то. Удовольствие, просто удовольствие, процесс можно получать. Удовольствие именно от созидания, а не стремиться к каким-то идеям. Вот если вы стремитесь к результату, то и делает вас подтвержденным стереотипом. Потому что общество и стимулирует индивида на получение обязательного результата. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.